всем привет сегодня на обзоре будет спутниковый ресивер openbox micro s3 micro hg это спутниковый ресивер от очень популярной известной компании openbox ну и немножко посмотрим поставим на это тюнер последнюю версию прошивочки посмотрим комплектацию ну и разберем что и как вот идет в комплектации вот такая мануалочка где все описано комплект поставки и все описано на пульте где какие кнопочки что и как пользоваться идет выносной инфракрасный датчик с такой наклейкой этот тюнер микро поэтому его можно спрятать прятать за телевизором и в комплекте идет вот такой выносной инфракрасный датчик который можно прикрепить на переднюю панель телевизора что я считаю очень удобно также в комплекте идет hdmi кабель такой неплохой хорошего качества это хорошо потому что не надо докупать дополнительно такой видите также идет выносное питание ну как тюнер микро поэтому питание у нас выносное на это тоже большой плюс потому что если что нужно спокойно его все это заменить дальше у нас в комплекте идет вот такие наклеечка чтобы крепить на заднюю панель телевизора сам тюнер идет вот такой гель или как это называется против влаги ну и в комплекте идут батарейки для пульта управления это тоже очень хороший пульт пульт неплохой open box of sky и кнопки все приятные на ощупь удобно держать в руке но обычный спутниковый пульт к спутниковому тюнеру хорошего неплохого качества так дальше у нас идет самое тюнер у нас маленького размера так как это модель микро поэтому есть маленький микро с надписью на коробке фирменной open box сзади есть выход антенный выход выход а в под тюльпаны usb и hdmi выход внизу под карту можно ставить какого-нибудь европейского оператора и смотреть тв сзади вот крепление под наклеечку чтобы крепить сзади телевизора ну и еще есть выход rs232 usb и питание и на боковой панели выход про и под инфракрасный дочек такой пульт размером с ладушку не пульта сам тюнер рук ну и давайте сейчас поставим на него последнюю версию прошивочки я вам покажу как это все делается но и подробно его разберем посмотрим меню как все устанавливается как активируется эмулятор как активируется шара ну и все ну вот при включении включается вот такая заставочка open box немножко нужно подождать сейчас посмотрим какая с коробкой стоит версия прошивочки так он загружается включается так и здесь есть меню выбора языка выбираем язык и сейчас мы зайдем в настройки установку вот видите такое у нас меню и посмотрим на версию прошивку и стоит ли его прошивать или нет вот информация системе прошивочка у нас версия по 131 еще за 2017 год это очень старая версия прошивки поэтому мы сейчас установим самую последнюю найдем в интернете эту прошивочку для прошивки нужно сразу сбросить настройки вводим пароль 400 настройки сбрасываются и сейчас посмотрим и вытягиваем питание с и при включении питания сейчас засветится такая заставка и нажимаем кнопку меню и открывается вот такое меню выбираем свою прошивку на usb флешка до этого мы ставим флешку в разъем usb с прошивкой и выбираем свою прошивочку сейчас актуальная прошивка версия 227 вот пошла у нас прошивочка немножко нужно подождать пока наш тюнерок прошьется и потом будем пробежимся по настройках как мы видим он прошивается так ну не очень долго в принципе как обычно и идет перезагрузка самого тюнерка так он перезагружается и включается опять меню видите немножко измененная уже выбираем язык который удобно и для начала мы активируем давайте эмулятор это нужно ввести комбинацию нажать кнопку меню и ввести 3 единицы 3 а для активации шары 3 единицы 7 и включается такое меню с ключиками как вы видите здесь есть разные ключи века с это директ поварю без и можно вводить и какие вам надо сюда ключики редактировать водить так что все это можно поводить ну и для активации шары 3 единицы 7 и здесь видите список серверов здесь можно выбрать своего оператора я не буду никого рекламировать сами найдете который который вам больше нравится вы ведете и можете смотреть по хитрому просмотру тоже некоторые каналы вот такое у нас меню запомните эти комбинации потому что их нужно вводить при нажатии кнопки меню ну а дальше мы пройдемся по меню здесь у нас настройка антенны ну давайте сейчас выберем какой спутник нас интересует видите здесь спутников очень много уже выбираете какой у вас более интересует ну давайте выберем например hotbird 13 градус кнопочкой в сторону нажимаем включая так выбираем порт 1 и так настроим остальные спутники которые вам интересует следующее у нас меню настройка эфирного т.в. но чтобы настроить эфирное т.в. нужно еще дополнительно приобрести и сп стик с поддержкой т2 в будущем он мне тоже будет на обзоре вы все увидите я вам покажу как на этом тюнере можно настроить т2 канале так что подписывайтесь мой канал чтобы не пропустить в будущем видео еще других устройствах openbox таких как юсб т2 стик тоже он будет в обзоре все я покажу как все подключается как с обычного спутникового тюнера сделать комбо также можно отсканировать и кабельные каналы с помощью этого стика т230 есть меню быстрый поиск быстрый поиск осуществляется по спутниковых операторах видите здесь какие всякие операторы есть вес от украина которые разные польские он нс плюс есть с 19 градуса разные германские операторы с 23 все это можно по быстрому поиску по этих операторах все отсканировать просто выбираете свой оператор если у вас есть карточка можно установить картоприемник и отсканировать и смотреть каналы дальше обновление каналов с юсб сохранять каналы можно на избить и обновить и 5 каналы с web ну давайте сейчас обновим каналы с юсб нажимаем выбираем нашу флешечку у меня там есть один список каналов вот он нажимаем кнопочкой ok и идет обновление списка каналов списка каналов тоже можно найти на разных форумах и вот с каналы уже есть и не надо ничего сканировать если есть готовый список можно все это обновить с флешки и установить так ну вот так дальше у нас идет меню есть передача настроек вот как вы видите уже обновление через rs-232 даже есть сброс настроек на заводские настройки ну и возвращаемся назад к меню редактор каналов здесь можно редактировать каналы можно удалять красной кнопочкой зеленой блокировать желтой перемещать и сильнее переименовать тоже на свое усмотрение настроить канал а как вам будет все удобно есть настройка любимые каналы то уже можно все это настроить редактор спутников можно удалить и спутник который ну не нужен и IPTV список каналов и можно с флешкой загрузить IPTV list настройки системы здесь есть установка языка язык звуковой дорожки можно выбрать язык текста и язык клавиатуры все как вам удобно тоже выбираете все на свой вкус дальше настройка видео выходной ТВ сигнал ТВ система формат ТВ экрана режим почтовый ящик режим цвета hdma и декодер ac3 это все тоже можно настраивать но все настраивается как под себя настройки меню режим меню уменьшенное меню прозрачность меню настройки меню панель информация каналов и список каналов тоже все можно настроить переход на летнее время это настройки часов часовой пояс настройка часов таймер выключение и режим таймера тоже можно выставить чтобы были часы и проще было использовать таймер и другие временные настройки меню блокировки тоже можно настроить панели пароль четыре нуля но можно его изменить блокировка редактора канала можно поблокировать меню чтобы никто кроме вас и не лазил меню можно это все активировать установить установка сети можно установить вайфай адаптер вот режим вайфай включить выбираете точку доступа и подключаетесь своей точкой доступа есть установка сети dhsp нужно чтобы было включено она все автоматически потом установится пропишется и можно на использовать 3g модем тоже если кому надо можно использовать интернет через 3g модем можно настройки жесткого диска это подключение флешки и записывать передачи или смотрите какие-то файлы фотографии музыку с usb накопителя нас тут последовательный порт после загрузка по это все тоже есть меню другие настройки информация системы как вы видите после обновления стать версия по 227 январь 227 января 22 года это последняя версия данной прошивки на данный тюнер не информация о сервисах но в этой прошивке я не нашел не youtube а не мегагом ничего но принципе youtube последнее время и плохо работает поэтому я так понял его убрали просто с этой прошивки оставили самое главное я думаю она и не надо для youtube а есть и другие устройства в будущее вам покажу какие устройства тоже будет вот openbox один android устройство я вам покажу тоже со временем так что будет интересно и подписывайтесь на канал смотрите все вы это увидите ну вот такой бюджетный тюнерок это самый бюджетный тюнер от компании openbox картинку она выдает отличную openbox вообще мне кажется лучшая картинка поэтому для именно для качества картинки нужно выбирать openbox ну и всем спасибо за просмотр и до новых встреч скоро увидимся всем пока пока удачи удачи